Стоит ли овчинка выделки? Этим вопросом фермер из Байдивекского района Шарибек Саурыков задавался несколько лет, но всё-таки решил рискнуть. Теперь у него большое стадо мериносов. Эти овцы сразу привлекают к себе внимание. У них высокое качество шерсти. Красивые овцы и по размерам больше, чем обычные. Их шерсть и мясо ценятся и пользуются спросом. Это морозостойкая порода, поэтому для них не надо слишком тёплых помещений. Разведение овец теперь дело семейное, рассказывает фермер. Главное преимущество в том, что мясо чистое и полезное, а вот с шерстью сложнее. Фермер считает, что назрела необходимость открытия в районе цеха по переработке шерсти. Сейчас он отправляет её в соседнюю Жамбулскую область. За килограмм шерсти мериноса платят 400 тенге. С этой породой овец всё-таки главная проблема – это ягнята. Особенно сложно с теми, кто рождается зимой. Приплод обычной породы, если рождается в степи, то затем идёт за стадом. Но с этими не так. Им нужны условия и уход. Тем не менее, сейчас в Туркестанской области мирносовое овцеодство переживает возрождение. Фермеры решили, что разводить таких овец рентабельно. «Они легко передвигаются на пастбище. Например, если обычная овца идёт со скоростью 2-3 км в час, то это за час полкилометра. Пости их легче. Утром даём им траву, а ближе к 10 идём на пастбище и просто наблюдаем за ними. Вечером ещё раз кормим». Чтобы накормить поголовье зимой, Шарибек Саурыков сам занимается выращиванием пшеницы или церны. Также поступают сейчас у многие другие фермеры. Нелёгкий труд себя оправдывает. «Наш район в основном занимается животноводством. По итогам 2021 года произведено более 12 тысяч тонн мяса. Несмотря на прошлогоднюю засуху, удалось сделать запас корма. Сейчас середина зимы. Нехватки нет». Сейчас за породистым потомством Шарибека Саурыкова едут со всего региона. В основном это те, кто только планирует заниматься разведением.